тема этого часа инновационная площадка в сибирском государственном университете путей сообщения на связи нас максим максим здравствуйте добрый день денис ну давайте рассказывайте что вы там придумали я так понимаю что даже находитесь в помещении которое уже брендировано ну вот видно что есть какая-то связь с российскими железными дорогами это новая каворкинг зона где студенты могут приходить школьники студенты делать проектные какие-то задачи создавать новые продукты под наставничеством более взрослых людей иногда даже более взрослых студентов идея была проста мы ушли все в дистанционное обучение и вдруг возникла идея а как же ладно эти студенты мы найдем каналы пути достучаться они знают кто мы как мы выглядим а как работать с теми кто только поступит в университет им же и поступать приходится дистанционно как они найдут и социально адаптируются в нашем университете и возникла такая идея которая была поддержана руководством сразу вуза даже компания ржд которая тоже сказал да супер качайте нам это надо для целевиков которые приезжают с других городов населенных пунктов это надо что вы будете делать но здесь возникла вопрос а как правильно адаптировать студента в этой среде нужны были современные решения и первое кто откликнулся это сами же студенты они сказали мы знаем как давайте делать мы сделали целую большую программу сейчас это называется модным словом он бординг да социальная адаптация там и поняли немножко позднее по факту нам нужна была площадка куда мы наших будущих студентов заводили и с ними работали у нас был снят целые несколько интервью то есть я приглашал интересных людей нашего университета интересных лидеров мнения именно для школьников для студентов преподавателей активистов и так далее и задавал им вопрос потом мы сделали целую программу для того чтобы научить их учиться оказывается не все школьники могут это делать мы подсмотрели это на курсерии высшей школе экономики и делали свое мы не стали копировать слепо копировать мы создали свой курс учим учиться или университет начинается здесь и даже получился какой-то бренд мы потому что придумали под эту историю целую картинку при стади хорошо сочетается сту сибирский транспортный университет с нашими логотипами и в этой программе живем до сих пор у нас целая лига сту лига создалась сейчас делаем кейс стади то есть серию кейсов хакатон стади то есть мы начали работать дальше эта площадка где все студенты находят себе место и самое главное мы не потеряли первокурс они замечательно вписались в стены нашего университета благодаря дистанционным технологиям помимо этого мы конечно же сделали несколько мероприятий на знание университета это история это наш все что вот нас окружает и чем мы отличаемся от других университетов мы провели несколько игрушек квиза да сейчас это модно для меня это викторина но сейчас это квиз вот обязательно брендированные сувениры мерчи как это сейчас до называется толстовки блокноты ручки это то что мы смогли сразу брендировать наших студентов и сделать своими амбассадорами вот теперь проект двигается дальше я получил кучу идей как его улучшить и получила тех кто сейчас на первом курсе отклики идут от старших курсников у нас такого не было почему у нас были кураторы какие-то классные часы встречи с руководством вуза в актовом зале большие мы тоже хотим и они тоже заходят тоже участвуют им не все блоки нужны и поэтому мы решили эту программу сделать модульной и вот идея возникла была поддержана руководством и алексей леонидович наш ректор сказал максим это хорошая идея и надо масштабировать и на другие вузы вообще другие должны знать про это давай-ка подай заявку в программу да вот в эту которая существует федеральная национальная площадка заявка подана мы попали в число победителей уже сделали план на этот год я думаю что ближайшие года мы будем только развиваться и хотелось бы чтобы другие вузы тоже с удовольствием брали это не боялись копировать и делали даже лучше чем мы вот чем хотел поделиться денис вот так как сейчас происходит взаимодействие с компанией российские железные дороги вот и опять же да говорю возвращаясь то что вижу сзади вас есть перекликание даст именно оформлением вот ваши зоны да где работают студенты где проходит обучение поддержали ли вашу идею может быть вам помогают да конечно я получил большой отклик вот кадровиков западно-сибирской железной дороги которые сказали максим нам нужен отдельный курс для наших школьников опорные школы и отдельно курс для наших целевиков где ты будешь рассказывать не только про университет расскажи им про железную дорогу но только расскажи доступным языком через кейсы через игрушки через викторины так чтобы они были амбассадор не только вашего университета и каких-то факультетов а были нашими амбассадорами пусть снимают блоги давай их выкладывать к вам на площадку к нам на площадку если у вас получится развиться в развитии много идей там велкам бук который есть в ржд да сделать его велкам для целевиков и конечно сейчас все мероприятия будут совместны все форсайт сессии все кейс турниры мы приглашаем ржд в качестве титульных наверное организаторов которые нам помогут сделать и сувенирку и помогут создать те кейсы которые будут про дорогу про компанию и которые помогут показать именно будущим работникам ржд в какую компанию они идут потому что не все это хорошо понимают не все четко связывают определенные вещи что показать новую современную компанию где реально все по-другому наверное нужны какие-то площадки где они получают эту информацию и верят этим людям нужно лидерам не не во первых а во вторых наверное нужна площадка вот я думаю что здесь будет продолжение истории но вот то что да сейчас рассказывает прямо на отвечая на вопрос это по сути хорошо забытое старое но уже пересмотренное с учетом да вот современных реалий и того чем можно зацепить вот это поколение да поскольку все таки это поколение там гаджетов всяких там каких-то ну там интернет технологий и вы я вижу это очень активно применять вообще как сейчас вот выпускники школ там да абитуриенты как вообще молодежь идет сейчас именно ваш вуз и на специальности исключительно связаны с железной дорогой конечно 99 процентов детей приходят по совету родителей а хотелось бы чтобы это был осознанный выбор и чтобы родители только направляли показывали местах где реально круто студенты приходя сюда уже определялись со своим выбором это позволит и компании в меньшей степени рисковать беря таких людей на работу должны эти люди пропитанные духом новые компании ржд и наверное все таки они не должны тащить за собой какой-то негативный опыт своих родителей конечно нужны новые каналы они должны поверить тебе и видеть в тебе партнера студент это прежде всего партнер а никак не по-другому это как раз то что сейчас декларирует и компания наставники партнеры помощники и никак по-другому я понял что студенты верят больше таким же как они чем ну школьники да будем говорить таким же как они мы видим их лидеров мнения они молодеют до состояния такого же как я он своему соседу поверит дядьки в очках в синем костюме даже если он будет звать себя не по имени отчества а просто говорит ребят я максим они все равно наверное будут смотреть начале с каким-то недоверием и потом когда они примут скажет он наш он свой тогда уже можно будет им рассказывать какие-то вещи которые они будут принимать спасибо вам за эту беседу вам успехов я думаю через какое-то время можем вполне обсудить первые результаты там да вот уже там спустя там год там два вот такой вот работы да ну даже промежуточные какие-то моменты очень интересно поэтому если у вас какие-то события происходят если у вас что-то там намечается очень интересное мы всегда готовы об этом рассказать в эфире телеканал российские железные дороги вам успехов спасибо за беседу будем общаться